This conference will now be recorded. 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 Что значит спланировать? То есть определить список лиц, которые подлежат сокращению. То есть очень важно на этом этапе минимизировать риски, то есть учесть положение 179 статьи, то есть учесть преимущественное право. Уведомить службу занятости о предстоящем сокращении. Срок зависит от того, является ли это сокращение массовым или нет. Уведомить работника о предстоящем сокращении. Также если работник изъявит желание сократиться досрочно, то выплатить ему все причитающиеся ему суммы. Кроме того, увольнение по сокращению возможно только если нельзя работника перевести на другую вакантную должность при ее наличии. Поэтому мы должны уведомить работника о том, какие у нас вакансии есть и предложить ему перевод. То есть только в случае отказа от перевода можно уволить по этому основанию. А также вот часто судебные иски возникают из-за того, что увольняют работников, которых по сокращению, которых уволить нельзя. То есть по сути нарушают требования 261 статьи Трудового кодекса. А если есть профсоюзная организация, также очень важно уведомить профсоюзную организацию, получить ее согласие. Далее оформить приказ о сокращении по основанию по пункту второму статьи 81. Выплатить работнику все причитающиеся ему выплаты согласно статьи 178. Далее вносим запись. Ну то есть далее стандартная процедура. Что касается массового увольнения. То есть критерии массового увольнения на самом деле у нас определяются отраслевыми и территориальными соглашениями. Массовое увольнение может осуществляться лишь при условии предварительного уведомления профсоюзной организации. Не менее чем, если мы говорим массовое сокращение, то профсоюзную организацию мы также должны уведомить не менее чем за 3 месяца в письменной форме. Частью первой статьи 82 Трудового кодекса предусмотрено также, что при принятии решения о сокращении работников в организации или индивидуального предпринимателя о возможном расторжении трудового договора по пункту второму статьи 81. Первый. Работодатель также обязан в письменной форме сообщить первичной организации, если обычно, если не массовое, то за 2 месяца. Если это массовое увольнение, то тогда не позднее, чем за 3 месяца. Пункт второй статьи 25 закона о занятости 10.32-1. Данный закон обязывает работодателя также при сокращении не позднее, чем за 2 месяца. Если это ИП, то не позднее, чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий в письменной форме сообщить в органы занятости, указав при этом должность, то есть кого сокращаем конкретного работника. В случае, если решение о сокращении численности работников приводит как раз к массовому увольнению, то и службу занятости мы тоже должны уведомить не позднее, чем за 3 месяца до начала соответствующих мероприятий. Как мы видим, применительно к процедуре сокращения работников трехмесячный срок у нас установлен для сообщения о предстоящем массовом увольнении только выборному органу и службе занятости. Для предупреждения работников об увольнении в случае, если оно является массовым, закон такого требования не устанавливает. То есть работников мы все равно, даже если увольнение массовое, должны уведомить за 2 месяца. Поэтому, да, независимо массовое или нет, работников за 2 месяца уведомляем. Что касается критерий массовости, если не установлены, если не предусмотрены отраслевыми и территориальными соглашениями, потому что в зависимости от территории у нас есть градообразующие предприятия, то есть здесь еще учитывается процент безработицы по региону, то есть увольнение на данном предприятии, насколько повысит эту безработицу. Поэтому здесь вот на уровне регионов критерий массовости может определяться самостоятельно, то есть на уровне регионального законодательства. А также у нас есть, если таких критериев не установлено на уровне отрасли или на уровне территории, тогда у нас еще есть постановление Совета Министров номер 99 от 93 года. И вот тогда можно использовать данные критерия, если ликвидируется, в которой работает более 15 человек, либо если уволено более 50 человек в течение 30 дней, ну и так далее. Что нужно, чтобы минимизировать риски? Ну, во-первых, учитывать массовое это увольнение или не массовое, и своевременно уведомлять как службу занятости, так и профсоюз при наличии. То есть такое основное нарушение – это вот как раз нарушение установленных законом сроков. Документы основания. То есть очень важно, это существенным образом может являться доказательством в суде. Это документы основания, то есть кто принимает решение о сокращении. Например, у нас может быть решение учредителей в связи с тем, что у нас есть расчеты планово-экономического отдела о нерациональности использования труда. Также у нас может быть установлены нормы труда. То есть может быть решение там вышестоящего органа о сокращении численности. Также могут быть документы, которые подтверждают сокращение сбыта продукции, подтверждают падение спроса, что приводит к неизбежному спаду производственной деятельности компании. И вот на основании данных документов данные изменения по сокращению численности штата у нас вносятся в штатное расписание. Также необходимо определить дату введения в действие штатного расписания. То есть мы помним про уведомления работников за два месяца. То есть следовательно у нас приказ о внесении изменений в штатное расписание. И срок, с которого вступают эти изменения в силу, должен быть не менее у нас двух месяцев. Чтобы мы успели уведомить работника. А также помним про массовое увольнение, что это увольнение может носить и массовый характер. Кроме того, в современных сложившихся условиях действительно экономическая ситуация такова, что возможно в ближайшем будущем у нас многие работодатели столкнутся с проблемой сокращения. Именно поэтому мы такую тему и подняли на нашем семинаре. То есть поэтому очень важно подумать, какие документы нам помогут в случае, если работник будет пытаться оспорить данное решение, например, в суде. Кроме того, вот еще важный момент, который необходимо учитывать при проведении сокращения. Почему я сразу сказала, что процедура сокращения достаточно сложная. Это комиссию. Нужно создать комиссию. Также она позволит от комиссии минимизировать риски появления таких недовольных работников и минимизировать риски обращения работников в ГИД или в суд с требованием признать увольнение незаконным. Комиссия. Комиссия как раз и определит список лиц, которые подлежат сокращению. При этом комиссия также целесообразна, чтобы учесть положение статьи 179, а именно учесть преимущественное право. Комиссия у нас как раз определяет перечень этих работников, которые обладают этим преимущественным правом. Решение комиссии может быть оформлено протоколом. И комиссия создается приказом руководителя организации. Кто может входить в состав данной комиссии? В состав данной комиссии могут входить специалисты, ну понятно, кадровая служба. Также могут входить, не могут, а если они есть, они должны входить. Это юристы. Также должны входить, например, если у нас профсоюз, то и представители профсоюза тоже должны в этой комиссии быть. Важно помнить, да, в процессе работы комиссии, это мы учитываем, кого нельзя сократить. У нас есть статья 261 Трудового кодекса. У нас есть запрет на сокращение по данному основанию. Это беременные женщины, женщины, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. А также это одинокая мать, которая воспитывает ребенка в возрасте, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Но не только одинокая мать, то есть это может быть и другое лицо, которое воспитывает данных детей без матери. Кроме того, если родитель, законный представитель является единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет, если в семье воспитывается более 3 и более малолетних детей, ну и также иной родитель, законный представитель ребенка, который является, так скажем, единственным кормильцем. Данный статус он может подтвердить. То есть таких сотрудников мы сократить не можем. И при работе комиссии, вот как раз комиссия положение 261 статьи учитывает. Что касается преимущественного права, как его учитывать? Что касается уровня квалификации, что это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. Следовательно, для решения вопроса об оставлении на работе того или иного сотрудника будут иметь значение как уровень образования работника, то есть иными словами работник с высшим образованием он будет иметь, скажем так, преимущественное право перед работником со средним образованием, но также работник может быть с более высоким разрядом. И работник с более меньшим разрядом. То есть учитываем этот аспект, также учитываем и конкретные результаты работы. Например, достижение определенных показателей и результатов работы. Если такие критерии мы можем обосновать. Стаж работы на конкретной должности также будет иметь значение при выборе работника, который подлежит оставлению на работе. Ну и на практике, решая вопросы производительности труда работников, подлежащих увольнению по сокращению, работодатель чаще всего исходит из такого субъективного мнения, сложившегося о том или ином работнике. Во время исполнения этим работникам его служебных обязанностей. Я обычно обращаю внимание на то, что вот это вот союз и между квалификация и производительность. Некоторые суды, опять же опираясь на судебную практику, некоторые суды воспринимают буквально, требуя, чтобы у выбранного работника, которого мы оставили, были лучше оба показателя. Но это создает, так скажем, дополнительные сложности при желании избавиться, например, от неэффективного сотрудника. Ведь образование-то у него фактически может оказаться лучше, чем у более работоспособного коллеги. Но если вот надо учитывать все эти показатели, это создает дополнительную сложность. Также еще какая ошибка. Вот ошибка при определении преимущественного права, кто же им обладает, а кто же нет. Возраст. Причем тут возраст. При решении вопроса о выборе сотрудников, подлежащих сокращению, многие работодатели, кого в первую очередь рассматривают, как кандидатов на увольнение, рассматривают именно пенсионеров. Ну, дескать, пенсионеры, они же уже получают пенсию, значит, так сказать, пенсионеры у нас без средств к существованию не останутся. Однако данная категория работников тоже имеет право на труд. Причем такое же, как и остальные труженики, остальные служащие, остальные работники. Следовательно, сократить пенсионеров можно только в порядке, установленном законом. В соответствии со статьей 30, статья 37 Конституции говорит о том, что каждый человек, проживающий на территории России, имеет право на труд. Любое ограничение в труде, как при приеме, да, будь то при приеме, или при увольнении в связи с возрастным цензом, считается у нас дискриминацией, а дискриминация у нас трудовым законодательством запрещена. То есть те труженики, наши работники, сотрудники, которые достигли пенсионного возраста, в рамках закона обладают равными правами с другими категориями работников. И руководствоваться только возрастом при принятии решений, кого оставить, кого нет, это противоречит требованиям законодательства. То есть нельзя только за счет того, что пенсионный возраст расторгнуть трудовой договор сотрудникам по этому основанию. Но если вакансия пенсионера подлежит сокращению в силу производственных процессов, то есть компания, например, автоматизирует производство, внедряет новые технологии, ну и та или иная должность может уже, так сказать, то есть компания может в этой должности не нуждаться. То есть в этом случае тогда это вполне допустимо. Вот, поэтому пенсионеры в силу закона обладают такими же правами, как и все остальные. Следовательно, у них нормы трудового законодательства, преимущественное право, квалификация и стаж работы, конечно, тоже же, также распространяются в полном объеме. Поэтому помним, если у нас равное преимущество, да, при равных условиях, если точнее равная производительность труда, если мы пришли к выводу, что у нас три человека занимают должность менеджера, нужно сократить одного, при этом с точки зрения положения, так скажем, самого преимущественного права, у них и стаж работы, и образование, и производительность примерно совпадают. Вот если они совпадают, да, то кому мы отдаем это преимущественное право? Семейным сотрудникам при наличии двух и более иждивенцев. Если в семье нет других работников самостоятельным заработком, да, кроме того, у нас есть работники, которых, например, работодатель отправлял на повышение квалификации, и они обучались за счет средств работодателя. Это тоже говорит о том, что такой работник при равной производительности, при условии равной производительности, обладает равным преимуществом. Вот что касается равной производительности, что касается определений, которые нам дает статья 195.1, потому что до этого, в трудовом законодательстве до 2012 года, определения квалификации отсутствовало. То есть что принималось под квалификацией, у нас принималось исключительно опыт работы сотрудника и образования сотрудника. В связи с тем, что теперь под квалификацией мы еще и понимаем уровень знаний, навыков и умений работника, то есть по сути мы сейчас имеем с вами три оценочных критерия. И вот компания уже сейчас вынуждена разрабатывать, нормировать, устанавливать некие нормы труда, устанавливать некие критерии производительности, по которым мы можем сравнить одного работника с другим и понять производительность какого работника выше. Если у нас есть критерия оценки уровня производительности, это тоже позволяет минимизировать риски в процессе сокращения сотрудников. Ну и здесь у меня пример приказа о создании комиссии, то есть комиссия создается приказом руководителя, а далее у нас результат работы комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом руководителя. Это те сотрудники, которые у нас подлежат сокращению. Также типичное нарушение работодателя, как минимизировать риски, это своевременно уведомить работника о предстоящем сокращении. Уведомить работника мы должны за два месяца под подпись, уведомить письменно. А срок этот мы нарушить не можем. Любое нарушение сроков может привести к тому, что сотрудник может, так скажем, оспорить данное увольнение в суде. Еще одно нарушение со стороны работодателей, это когда работнику не предлагают имеющиеся должности в компании. То есть если у нас есть должности в компании, некоторые считают, что вот мы уведомили сотрудника о предстоящем сокращении, написали, что вакансий нет, нам вполне этого достаточно. Смотрим все вакансии. Причем вакансии, даже и предполагающие более низкий уровень квалификации сотрудника. То есть любые вакансии на данный момент, которые существуют в организации. Целесообразно в течение всего срока действия предупреждения об увольнении периодически предлагать работнику данные вакансии, потому что они у нас в течение двух месяцев могут образовываться. Ну, например, кто-то мог уволиться за этот период времени, потому что сотрудники тоже могут увольняться по собственному желанию. И, например, на момент уведомления за два месяца этой вакансии не было, потом она появилась. И далее уволенный работник опять же пытается, вот вы мне не предложили, вакансия была, а вы мне не предложили. И работник тоже уже готов бежать в суд и опротестовывать данное увольнение. Поэтому периодически просматриваем для тех сотрудников, которые подлежат сокращению, периодически просматриваем, какие у нас образуются вакансии. И если они у нас действительно образуются, то не забываем предлагать эти вакансии сотруднику. Если сотрудник отказывается, устного отказа нам недостаточно, мы должны получить письменный отказ от перевода. Только в этом случае мы можем сотрудника уволить по данному основанию. Ну и также, какие документы нам требуются, приказ руководителя. Далее преимущественное право, то есть можем это оформить в виде протокола по результатам работы комиссии. То есть формируется некий список, так называемый расстрельный список, то есть лиц, которые подлежат сокращению. Поэтому уведомляем сотрудников о предстоящем увольнении, предлагаем другую работу, вакансию, которая у нас есть. Далее те сотрудники, которые у нас соглашаются на перевод, мы их переводим по общему правилу, да, оформляем перевод. Также не нарушаем сроки при уведомлении профсоюзной организации, если она у нас есть. Также список сокращаемых лиц по результатам работы комиссии мы согласовываем с профсоюзной организацией. И выплата выходного пособия сотрудникам. Таким образом, те сотрудники, которых мы точно увольняем, мы должны получить в случае предложения другой работы, письменный отказ от перевода. Ну и гарантии компенсации. У нас предусмотрена статья 180 Трудового кодекса. Предложение другой работы, персональное уведомление под подпись не менее чем за два месяца. Ну и кроме того, сотрудники имеют досрочно расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении с выплатой дополнительной компенсации. Эта дополнительная компенсация не предусматривает выходное пособие, которое у нас есть в статье 178. Теперь давайте поговорим, что у нас, собственно, поменялось в связи с тем, что, согласно указу президента, у нас объявлены нерабочие дни, до 30 апреля включительно. Какие нововведения у нас в настоящий момент предусмотрены? Прежде всего, это проведение мониторинга. Для оперативного мониторинга количества высвобождаемых рабочих мест существуют специальные формы отчетности. Они как раз разработаны и дополнены, они и до этого были, Минтрудом России. Их заполняют и предоставляют органы службы занятости на основании той информации, которую служба занятости получает от работодателей. Вот приказом номер 152 как раз мониторинг этот осуществляется в соответствии с данным приказом. И эти формы у нас как раз есть в этом приказе, то есть там есть приложение к этому приказу, то есть можно посмотреть, как они выглядят, эти формы. То есть в письме ведомства, вот у нас есть еще письмо Минтруда, которое у меня здесь указано на данном слайде. В письме отмечается, что для заполнения новых форм отчетности работодатели должны зарегистрироваться и создать личный кабинет на портале Работа России. Что для этого нужно? Для этого нужно, ну так скажем, зарегистрироваться прежде всего, да, и вот создать себе такой личный кабинет. Там же есть и форма отчета. И на постоянной основе там должна отражаться актуальная информация о задолженности по заработной плате, если такая задолженность имеется. Также о сотрудниках, которые работают удаленно, которые работают в режиме неполного рабочего времени или неполной рабочей недели. Если организация объявила простой, также необходимо предоставлять информацию о сотрудниках, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы, которые уволены, либо которые предполагаются к увольнению. Сама информация, как зарегистрироваться на портале, создать личный кабинет, она есть, там есть такой раздел помощь и поддержка. Кроме того, органы местного самоуправления, органы занятости отдельных субъектов, они, кстати, на своих сайтах обращают внимание на то, что работодатели обязаны неукоснительно исполнять вот это вот требование Министерства труда. Кроме того, само ведомство Министерства труда поясняет, что такое взаимодействие с работодателями в формате онлайн может продолжиться и после завершения вот этой вот, скажем так, антикороносовирусной, да, или как сказать, вот это, когда у нас кончится все это безобразие, которое сейчас происходит, то вот взаимодействие между службой занятости и работодателями в системе онлайн продолжится. Ну вот как выглядит сайт, видите, да, оперативный мониторинг занятости, подать сведения, далее сбор сведений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Информация, вот отчетная форма, я подчеркну, что в приказе номер 152 у нас там дополнены формы, там есть форма 1МВ, 2МВГ, то есть это сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией сокращением численности, неполная занятость. Также есть, например, сведения о работниках, которые увольняются в связи с ликвидацией или сокращением численности так называемых градообразующих предприятий. Но здесь надо уже смотреть региональное законодательство. Так вот, здесь есть у нас инструкция, как пользоваться сервисом, да, и отчетную форму тоже можно скачать. Единственное, скачать эту форму не получится, да, без предварительной регистрации. То есть вы должны зарегистрироваться как работодатель, создать личный кабинет, вот только после этого вы сможете скачать данный отчет. Ну и инновация, да, в сфере законодательной, законодательная инновация в сфере трудового законодательства, скажем так. Буквально 2 дня назад у нас вышло постановление правительства номер 486. Это постановление правительства утвердило временные правила предоставления работодателям информации о ликвидации организации сокращения численности штата. Да, и там сказано, то есть, ну, там есть временные правила, можете зайти посмотреть, и в системе гаранта, и в системе консультанта эта информация присутствует. Утверждены временные правила, и там сказано, что информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме личный кабинет работодателей системы не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в такую информацию. То есть уволили сегодня, да, завтра крайний срок, мы обязаны подать эти сведения через личный кабинет данного сайта. Также обращаю ваше внимание, да, что еще предусмотрено этим постановлением, я здесь выделила жирным. Министерство труда и социальной защиты в 10-дневный срок с момента утверждения, да, то есть это с 13-го числа получается, начинается у нас отчет 10-дневного срока. Утвердить перечень информации, перечень информации о ликвидации организации, сокращение численности и так далее. То есть этот перечень у нас будет утверждаться еще, да, то есть на это у нас Министерство труда отводится 10 дней. Также федеральная служба, также в 10-дневный срок должна утвердить форматы данной информации, да, поэтому ждем новых отчетов, вот, не скучаем, уважаемые кадровики, да, впереди у нас еще очень много всего интересного. Кроме того, эти временные правила действуют до 31 декабря 2020 года. Обратите внимание, что какие-либо другие формы отчетности у нас не отменяются, мы как работали, так и работаем. Просто у нас добавляется, ну, так скажем, дополнительная работа, дополнительные трудозатраты. Кроме того, ранее, чуть ранее, если предыдущее постановление у нас датировано 12 апреля, у нас еще есть постановление о правительстве от 8 апреля номер 460. Также, да, утвердили временные правила, но для граждан, то есть для регистрации в качестве безработного. Сейчас можно онлайн регистрироваться, то есть также у них должна быть ускоренная процедура, то есть они должны, так скажем, оперативно регистрироваться. И вот в этом постановлении тоже сказано очень интересная информация. Работодатель по форме, утвержденной пенсионным фондом, представляет в пенсионный фонд информацию в случае приема на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания данного приказа. Мы помним, что такие правила у нас действуют с 2021 года и распространяются на форму СЗВ ТД. Тот отчет, который мы подаем сейчас с вами ежемесячно, с 2021 года будем подавать сразу после совершения кадрового события. Так вот, соответственно, сейчас мы должны будем уведомлять в течение одного дня уже сейчас. Но в данном постановлении не сказано, что речь идет о форме именно СЗВ ТД. Более того, уже многие кадровые сотрудники, они пытались связаться с пенсионным фондом, чтобы все-таки установить, по какой форме эти сведения подавать, использовать ли форму СЗВ ТД или нет. На сегодняшний момент пока не используем форму СЗВ ТД, то есть мы подаем СЗВ ТД, как и подавали, то есть никто этот отчет не отменял. Скорее всего, это будет дополнительная форма. Помним, у нас 10 дней отведено Министерство труда и службу занятости. Также, видимо, пенсионный фонд тоже дополнит этой информацией. Возможно, будет новый отчет, а возможно, речь пойдет именно с СЗВ ТД, но ждем, как говорится, дополнительных комментариев, что же все-таки это будет. Пока работаем именно с порталом «Работа в России», потому что такое распространенное мнение было в профессиональной кадровой среде, что работа в России – это не обязательно. Ну, если мы вернемся к истокам, то есть первоначально, когда речь об этом шла в постановлении от 25 марта, может быть, но сейчас у нас есть четко установка, что все работодатели обязаны зарегистрироваться и обязаны подавать эти сведения. Я думаю, не стоит даже вопрос этот обсуждать и поднимать, обязательно это или нет. Да, это обязательно, то есть это дополнительная информация, с которой мы сейчас работаем, поэтому, так скажем, необходимо оперативно решать с этим вопросом. А что касается увольнения, Минтру тоже не остался в стороне, он прокомментировал данную ситуацию. У нас есть информация Министерства труда и социальной защиты, вопросы-ответы. По состоянию данная информация у нас была на 7 апреля. В системе гарант, да, можно посмотреть, там задали как раз вопрос по поводу, можно ли уволить в период действия указа, как оформлять. И вот красненькая у меня здесь как раз информация выделена, что в организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней, и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется. И, значит, что допускает, что допускает Минтруд, допускает три основания для увольнения на этот период. Возможно только, да, возможно только по инициативе работника, по соглашению сторон, а также в связи со стечением в этот период срочного трудового договора. Опять же, это допускает Минтруд в случае, если сотрудники-кадровики либо относятся к тем организациям, согласно указу президента, которые работают, либо это те работники, которые работают в удаленном режиме. Три основания. Почему три? Ну вот, так скажем, сложно комментировать, но, по крайней мере, представители Роструда выделили почему-то именно эти три основания. Что касается выплат работников при сокращении, согласно статье 140-й, все причитающиеся выплаты работнику мы должны выплатить. Что касается оплаты пособия, в связи с сокращением, размер пособия у нас указан в статье 178 Трудового кодекса. Предусмотрена первая выплата, которая происходит в день расторжения Трудового договора, помимо всех причитающихся выплат, компенсации за неиспользованный отпуск. Выплачивается еще среднемесячный заработок, который рассчитывается у нас с учетом постановления правительства номер 922, куда мы включаем все выплаты работнику. Вторая выплата производится по истечении двух месяцев после расторжения Трудового договора. Для этого работник должен предоставить заявление и оригинал Трудовой книжки, что в течение двух месяцев он так и не нашел работу, он может получить еще один размер среднего заработка. Далее третья выплата. А вот для получения третьей выплаты на период трудоустройства работник еще должен предоставить справку из органов занятости, что он не нашел еще работу. Более того, это возможно при условии, если сотрудник, уволенный в течение двух недель, зарегистрировался в качестве безработного. А если это районы Крайнего Севера, то там можно получить еще дополнительные выплаты, то есть три месяца как бы не обсуждается, да. Четвертый тоже еще по решению службы занятости работники в районах Крайнего Севера могут дополнительно получить выплаты и за пятый месяц в том числе, да, но только тоже по решению службы занятости непосредственно. То есть у них предусмотрена еще четвертая выплата, и у таких сотрудников еще предусмотрена пятая выплата, то есть которая производится по истечении пяти месяцев после распорожения трудового договора, если данный работник еще не нашел работу. Эта пятая выплата, она тоже возможна только по решению службы занятости. То есть вот четвертая выплата и пятая выплата только на основании решения службы занятости. Кроме того, сотрудники всегда просят разъяснения, на какие выплаты они могут рассчитывать и так далее. Возможно, вы уже слышали информацию о том, что сотрудникам положена выплата по безработице. Это в нашем регионе Москва, 19500. То есть, кто может получить эта информация, тоже доступна на таких ресурсах информационных, как служба занятости. Мы можем зайти в органы занятости, найти данную информацию. Просто обычно задают вопрос, если я увольняюсь по соглашению сторон, полагается ли мне данная выплата. Полагается, да? То есть, кому полагается? То есть, те, кто были уволены после 1 марта, сотрудники. Такая выплата предусмотрена на период апрель, май, июнь. И уволены по собственному желанию в связи с сокращением численности ликвидации и по соглашению сторон. За нарушение трудовой дисциплины такие выплаты положены не будут. Ну и, пожалуй, мы с вами заканчиваем. Еще больше, так скажем, интересной информации по увольнению мы рассмотрим с вами на курсе «Кадровая работа». Поэтому я вас приглашаю на наш практикум, который стартует буквально в пятницу, 17 апреля, где мы с вами будем рассматривать 127 кейсов и, собственно, прекращение увольнения трудового договора. Весьма актуальная, важная информация, потому что помимо сокращения у нас существуют еще другие основания для увольнения. Более того, все задают вопросы, как с отпуском быть. Опять же, весь наш практикум тоже будет посвящен, так сказать, современным реалиям и той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. То есть мы, так скажем, через призму указа президента будем решать с вами все практические задания на нашем практикуме. Ну и сейчас я готова буду ответить на ваши вопросы, которые вы можете мне задавать в чате. Я сейчас посмотрю, я уже видела ваши вопросы. У нас сейчас как раз...